Доброе утро, уважаемые гости нашего семинара. Мы все здесь собрались для того, чтобы показать, узнать и обменяться знаниями о том, как можно использовать географию как науку, геоинформационные системы, геоданные для развития нашего и вашего бизнеса. Вообще, сегодняшний день наш бизнес-самит для нас очень особенная и знаковая особенность. Мы, как компания, работаем на рынке геоинформационных систем более 20 лет. На самом деле 25 лет. И за это время нам когда-то стало казаться, что географическое знание, географические факторы, возможности использования ГИС очень сильно недооцениваются коммерческим сектором. Я думаю, что это был целый ряд в стечении обстоятельств. Экономическая ситуация, которая позволяла ошибаться и развиваться, совершая пробы. И источников данных для развития геоинформационных систем было недостаточное количество, и решений было немного. Сегодня же мы, вот в последние годы, мы видим, как ситуация меняется буквально на глазах. Возрастает интерес к использованию географических факторов, возрастает осознание важности географических закономерностей в решении прикладных задач. И вот на сегодня понимаем, что все ведущие организации с финансового сектора, различные сетевые компании, это ритейл и ритейл в совершенно других областях, страховые компании, лидеры рынка, крупные компании, производственные, логистические компании, все приходят к использованию ГИС в той или иной сфере своей деятельности. ГИС, как правило, используется для, сначала для визуализации каких-то показателей, дальше для автоматизации своих процессов и для оптимизации своего бизнеса. И в течение дня мы будем показывать, мы, как компания Эзри, как поставщики софта и решения, мы будем показывать, какие инструменты работают и как их использовать для ваших задач. Мы будем приводить примеры успеха, наши пользователи будут рассказывать свои кейсы внедрения. И, конечно же, наш день был бы неполным без наших партнеров и спонсоров, которые предоставляют тот самый ингредиент для работы любой системы. Это данные, это различные решения. Так что сегодняшний день обещает быть интересным. Итак, наш семинар о географии. Сразу хочется отметить, что под географией мы понимаем не только геомаркетинговые решения, хотя это, наверное, первое, с чего начинает использование ГИС любая коммерческая компания, но и большой спектр других задач, о которых будем говорить целый день. Почему мы? Кто мы? Эзри – это та компания, которая выпустила первое в мире коммерческое ГИС программное обеспечение. Это было еще в 50-х годах. Компания сама останована в 60-х. Сейчас мы крупнейший игрок на рынке коммерческих инфекционных систем по разным отзывам. От 40 до 50 пользователей пользуются программными продуктами Аргиз. И, наверное, что самое интересное, цифра из всего. Эзри – частная компания позволяет себе тратить свои деньги, пришедшие с продажи программных продуктов, слуг так, как и вздумается. И уже почти 40 лет ей нравится тратить эти деньги на разработку и исследование в сфере геоинформационных систем. Надо сказать, что география ежегодно тратит более 27% своего оборота марного, который составляет, на самом деле, больше полутора миллиардов долларов на R&D. И эта цифра в процентном отношении больше, чем у любой другой лидирующей IT-компании, включая Microsoft, Oracle и другие компании. Мы этим гордимся, и мы считаем, что поэтому наш продукт такой хороший. Наше видение, зачем география нужна бизнесу, видоизменяется со временем, видоизменяется с каждым годом. Появляются новые технологии, новые решения, то, к чему мы раньше не имели доступа. И этот слайд будет другим в следующем году. Но в целом можно, наверное, сформулировать так. Первый большой классический блок, зачем же используется GIS, это управление различными данными. Данными о ваших клиентах, данными о ваших активах, данными о ваших конкурентах, о ваших продуктах. Как оказывается, что фактически все имеет пространственную составляющую. Что интересного? GIS имеет все необходимые инструменты для совершения различных процедур, обеспечения безопасности этих данных, обеспечения к ним доступа. И вот что здесь меняется со временем? Тем, что в последнее время появляется довольно много данных, которые мы называем большими, то есть с которыми довольно сложно оперировать простыми, привычными нам инструментами. Появляются данные, которые приходят в реальном режиме времени, естественно, быстро накапливаются. И что интересно, что чаще всего эти данные имеют пространственную составляющую. Мы имеем сейчас получать к ним доступ, обрабатывать быстро, получать новое знание из таких вот сложных источников данных. GIS также позволяет работать с людьми, с профилями людей, добавляя к ним новую географическую составляющую, что тоже открывает достаточно большие новые возможности. Второй блок задач, где Эзре и мы, как геоинформационная компания, очень сильны, это аналитические задачи, которые я собрала здесь под названием прогнозная аналитика. Система позволяет не только использовать и строить различные модели поведения ваших клиентов, рынка. Система позволяет выстраивать различные модели и использовать математические алгоритмы, чтобы вычислять закономерности, вычислять причинно-следственные связи. Это используется в различных случаях, это используется для управления риском. GIS позволяет строить не только единоразово анализировать данные, но и строить системы, которые изменяются с изменением ваших входных параметров. И GIS, естественно, позволяет работать не только со статичными источниками данных, но и данными, которые перемещаются, видоизменяются во времени. Таким образом строят абсолютно живые прогнозные и аналитические системы. Следующий большой блок, который тоже условно объединен, это обеспечение работы в поле. Здесь задач тоже не один десяток. Просто хочу сказать, что современные GIS позволяют обеспечить как простой процесс сбора данных в поле о клиентах, допустим, проводить геопривязанное анкетирование по своих активах, проводить какую-то инвентаризацию. Это все происходит через мобильное устройство. Но и обеспечивать процессы по оптимизации и по работе мобильного персонала. То есть раздача задач персонала и управления таким образом персоналом, до трекинга своих сотрудников, своих активов, своих транспортных средств, создание панелей мониторинга, оценки эффективности и так далее. Это все инструменты, они также работают с географической составляющей, также наличствуют в геоинформационных системах. Ну и последний такой большой блок, который мы сейчас чувствуем, становится все более и более актуальным, это использование GIS для обеспечения совместной работы над проектами сотрудников разных профилей, разных апартаментов, любой из... любой компании из коммерческого сектора. Для чего используется геоинформационная система в таком? Ну, для какого-то визуального исследования разрозненных данных, для их наложения, для визуализации различной информации и для простого картографирования. И геоинформационная система в такой конструкции становится общим знаменателем, что ли, для специалистов разного профиля. То есть карта становится каким-то общим языком на эсперанто или для специалистов разного профиля. И, естественно, платформа Argus сейчас прекрасно поддерживает все эти возможности. Ну, этот слайд, он был как бы таким обобщением внеотраслевым. То есть мы полагаем, что вне зависимости от того, в какой сфере вы работаете, все равно так или иначе столкнетесь с одним из этих применений. Но при всем разнообразии отраслей и компаний, задач и организаций, которых мы объединили в так называемый коммерческий сектор, основной движитель, наверное, любого бизнеса – это клиент. И секретный ингредиент на нашем конкурентном рынке для выживания бизнеса – это знание о том, что хотят сейчас клиенты. И чем быстрее и точнее вы получите это знание, тем сильнее ваше конкурентное преимущество. И вот почему мы считаем, что ГИС здесь имеет большую важность? Потому что геоинформационная система чуть ли не единственная из доступных систем, которая позволяет объединять различные данные, различные знания в одном месте. Потому что зачастую у данных нет ничего общего, кроме информации о пространственном местоположении. И дальше идеи будут крутиться вокруг этого. Итак, первая группа задач, которую мы хотим сегодня рассмотреть в докладе про «Зачем же нам география?» задачи, связанные с клиентами. Где наш клиент? Кто наш клиент? Как с ним лучше взаимодействовать? Какие услуги лучше предлагать? Какие риски и какие возможности в конкретном местоположении? Оказывается, что на все эти вопросы так или иначе есть ответы, связанные с анализом географической составляющей. То, что технология сейчас позволяет работать с большими, очень большими данными, она только расширяет возможности геоинформационных систем. Следующая группа задач, прикладных задач, которую мы смогли выделить в «Зачем нам нужна география?» это задачи, связанные с сетью. Интересно, что фактически любая организация, присутствующая здесь, я думаю, что вы можете оглянуться, посмотреть, кто ваши соседи, где они работают. Это сетевая организация. Кто-то управляет магазинами, кто-то управляет ресторанами, у кого-то это офисы продаж, у кого-то это склады, у кого-то это представительства региональные. Но все решения, которые мы предпринимаем в отношении нашей сети, также опираются на знания о местоположении и окружении объектов сети. Расширение, оптимизация, анализ эффективности, подразделения, задачи мониторинга, они все связаны в том или ином смысле с использованием карт. И карт используется как минимум для визуализации, а при возрастании объемов для автоматизации процесса. Следующий такой большой блок задач прикладных, для чего используется география, это все, что связано с зависимостью бизнеса от транспортировки и различных поставщиков. ГИС позволяет оптимизировать, ГИС позволяет решать очень сложно математические задачи, от построения простых маршрутов до распределения, куда же сегодня на целый день пойдут наши служивающие персонал. ГИС позволяет посмотреть, кого из поставщиков лучше выбрать, чтобы найти некую золотую середину между стоимостью транспортных расходов и стоимостью продукта. ГИС позволяет оценить риски и так далее. И сегодня, на самом деле, я просто сейчас на таком уровне абстрагирована достаточно большом, но сегодня мои коллеги будут по каждой из этих задач очень подробно показывать, рассказывать, как это можно сделать. И ГИС позволяет решать задачи управления имуществом. Это наиболее традиционная для нас задача, где находится моя недвижимость, где находятся объекты подрядчиков, когда заканчиваются сроки аренды, что у нас вообще в аренде, чья земля. Все эти задачи традиционно решаются в ГИС и позволяют автоматизировать все процессы. Ну и ГИС используется, естественно, для различных учетных систем, системы визуализации. Возможности работы в двухмерном, трехмерном пространстве с различными моделями и объектами позволяют решать совершенно различные задачи, использоваться в интеграции с разными системами. Конечно, есть задачи ГИС, которые не поддаются этой классификации, их все больше и больше. Это тема отдельных докладов. Но зачастую в одной компании ГИС используется для решения сразу спектра задач. На самом деле, по нашему опыту, чем больше таких задач нанизывается на геоинформационную систему, тем быстрее возвращаются инвестиции в ГИС, и тем выгоднее использование этой системы. И столько организаций используют нас, так считаем, потому что мы создаем платформу, основу для работы с пространственной информацией. Сейчас я очень быстро покажу один из процессов организации. Дальше мы, наверное, будем все разбирать уже на примерах. Вот из чего состоит ГИС. В основе в сердце геоинформационной системы, как правило, настольное приложение аналитиков, это тяжелый интерфейс, который позволяет в себе собрать совершенно любые источники данных, большие, маленькие, из интернета и лежащие локально, оформить их и начать их сопоставлять между собой. Для сопоставления между собой в ГИСе, как правило, имеются много инструментов, в Аргисе это тысяча, и аналитики или знающие специалисты могут составлять вот такие вот модели визуальные, которые позволяют эти данные между собой миксовать, получать некое новое качество. Складывать, пересекать, вычитать. Для этого в Аргис существует визуальный конструктор и возможности доработки. Создав такую модель, мы уже имеем некий ваш собственный инструмент по вашим алгоритмам, по вашим собственным методикам, которые дальше мы можем дать пользователю. Но иногда модели сложные бывают. Это, кстати, далеко не самая сложная модель. Но когда мы... Вот текущий обычно процесс такой, что когда мы даем инструмент пользователю, мы уже не хотим, чтобы пользователь залезал туда, в это тяжелое программное обеспечение, и видел перед собой миллион кнопок. Сейчас у нас есть возможность опубликовать совершенно любой сложный инструмент в виде простого веб-приложения, для того, чтобы пользователь мог доступ через простые веб-интерфейсы и веб-браузеры. Что интересно, что это все очень гибко настраивается. Модели полностью подконтрольны вам. Мы говорили про мобильное устройство. Да, все то же самое можно сделать и для мобильного устройства, получить к этому доступ, работать без поля, собирать данные, анализировать данные в поле и переправлять их обратно. Сервер. И существует также группа пользователей в организации, которые вообще не хотят видеть этих специфических приложений, а у них есть вполне конкретные задачи. Кто-то занимается анализом множества показателей, кто-то занимается мониторингом, и ему нужны панели мониторингов, кто-то обрабатывает снимки, кто-то собирает данные и так далее. В современной геоинформационной системе, как правило, под это есть либо готовые приложения, часть из которых мы будем показывать, либо те приложения, которые настраиваются. Система, которая содержит более 30 продуктов в 5 слайдах, у меня получилось. Что хочется сказать? Хочется сказать, что вы можете совершенно любой процесс применения географии замоделировать, оформить и использовать в платформе без программирования на уровне веб-браузера, мобильного устройства и так далее. В эту систему можете развернуть как внутри организации, в защищенной сети, вообще без выхода в интернет, так и наоборот развернуть в облаке, использовать как сервис. Система имеет совершенно различные уровни погружения в нее. То есть можно использовать простые приложения, можно залезать в середину и самому моделировать процессы. И здесь мы имеем все инструменты для того, чтобы это делать максимально гибко, без программирования или прототипировать без программирования, а применять уже программирование на финальных, на запуске системы в эксплуатацию. И мы, я зря, здесь обеспечиваем не только программное обеспечение, но и всю поддержку вас, обучение и делать это за вас в течение внедрения геоинформационных систем.